В наше время родители все меньше уделяют внимания своим детям. Они отдают их к репетиторам, сами до поздна зависают на работе, потому что им так хочется. А в свободное время все утыкаются в свои бездушные гаджеты. И несмотря на эти издевательства своих родителей, ух, ужас, они издеваются над ними, они не уделяют им внимания должного. Несмотря на это все, дети добиваются своих успехов, и они становятся музыкантами, блогерами, кроме меня. И давайте посмотрим, как же у них это получается. Я приветствую вас в новой рубрике «А давайте-ка глянем». Или как она там называется? Давайте. Давайте прямо сейчас. Не надо откладывать на потом. Бери быка за рога, мамашку за ляжку, братку за простатку, свою одну сестру за пизду. Что ж, вот, собственно, видео, которое мы будем созерцать. Все это время я жила. Ой, здесь есть тайм-код, мы где-то тут фанаты какие-то написали. Вот, давайте посмотрим, что у нас здесь. Что у нас здесь, мадапфака? Ну, как раз-таки детство и начало карьеры, промоделинговую карьеру. Школа и буллинг, это наша тема. Так же самое, там, буллинг, унижение и все такое, потому что я занималась аниме. Ты сказал аниме, сука! Я безумный фанат аниме, косплеер и не такая. Не такая, и поэтому начинали всякие высказывания в мою сторону очень плохие. Я после школы, вернее, во время, набила себе татуировку «Оставайся странным». Девочка красава, конечно. Я знаю, что это был буллинг в школе. Молодец, не сломалась. Может быть, конечно, прогнулась под кем-нибудь. Пацаны, посмотрите, сколько мужества. Берем с нее пример, врубаем аниме, пишем татуху на запястье и ебемся все вместе в жопу. Давайте посмотрим про попытки самоубийства, потому что это то, что сейчас модно и актуально. Сейчас жить не модно, можно умирать. Да, посмотрим, как это делать. Я вам уже рассказывал, берете нож, делайте вот так, ладно, потом. Я потом оставлю, может быть, ссылку на диск, а то YouTube забанит. В этот момент, когда ты лежала в больнице, у тебя был опыт селф-харама? Харма. Блядь, новомодные словечки. Селф-харм. Самое повреждение иногда используется в английском селф-харм. Преднамеренное повреждение своего тела по внутренней причине без свидетельных намерений. Понятно. Плюс слово «словарный запас» молодости. Да, я словно помолодел. Я там просто, девчонки у нас по клубам ходили, знаешь, мы жили втроем, четвером. И я не ходила по клубам. Я оставалась дома. Знаете, что бы там девчонки не говорили, но я знаю, когда они живут втроем, девочки, там общежитиях, и когда они потом остаются одни дома, они делают вот что. И в какой-то момент что-то там у нас прям суперское, сложное было. Я поняла, что я больше ничего не хочу. Вот вообще. И я закрылась ванной. Ну, блядь, я же говорил. Взяла нож, который был единственный. И начала шинковать морковь. Неужели не заслужила себе приготовить свою любимую овощную рагу? Прямо в ванной. Но он был настолько тупым, что я даже не могла помидором резать утром на завтрак. И я и так, и сяк, и оно не режется, только царапается. Мне так тяжело. А мне так еще, знаешь, я готова уже, все, я хочу уйти. Ну, так, блядь, окно же всегда открыто. А, не получается. И мне от этого еще больнее, потому что я же уже решилась. А потом приходят девки, они слышат мои оры, видимо, я там сильно, очень сильно прям стерила. И они меня, ну, забрали. Серьезно? Ребят, есть способ легче. Но я никогда никого не призываю к убийству, самого себя и кого-либо. Это ужасно. Знаете, этот хитроумный план, хитроумный момент в наше время, в нашем двадцать первом году, в нашу эпоху, когда приходится перед всеми постоянно извиняться. Когда вы, например, говорите, ты тупой еблан. Я не хочу тебя оскорблять, но ты тупой еблан. Или, вы знаете, этот придурок до сих пор снимает квартиру и на бабкины деньги. Прикиньте? Не, я без осуждения, я не осуждаю. Просто прикиньте. У него до сих пор телки нет. Я не осуждаю, я просто констатирую факт. Fuck you! Что бы ты сказала девчонкам, которые находятся сейчас в абьюзивных отношениях, что бы ты им посоветовала? Можно на камеру сказать? Что бы я сказала? Тело, ваше тело, всегда знает, когда что-то не так. Да, да, это ты права. Никогда не сдерживайте свое тело, свои внутренние позывы. Это может привести к плачевным последствиям. Иногда вы можете подумать, что это страх, потому что с вами это уже случалось. Страха в реальности нет. Соснуло. Когда вы видите человека или чувствуете что-то, и вам хочется отойти, отходите смело и не продолжайте. Потому что мне повезло, я оказалась сильной. Я закончила так отношения, но осталась собой. Кто-то может мне закончить, я не хочу, чтобы это были вы. Это так мило, что незнакомка переживает обо мне. В мире очень много хороших людей, и я тоже в это верю по сей день. Я придурок. Все извращу, даже такой приятный сокровенный разговор, девочки. Даже спустя столько историй, столько людей вокруг меня, я все равно еще верю в Радугу. Я верю, что я найду того, кто разделит со мной ее. Холли молчат все. И Даня тоже меня сломал очень сильно. Сломал только внутри, а это хуже. Ментальная боль намного хуже физической. Ты не можешь ее вылечить. Ты не можешь наклеить пластырь. Душу не залечить пластырем. Это великолепно. Так, записываю на наш кастинг порно-актрисы Мариуполя. Остроумные девочки нынче в нашей профессии это дефицит. Ты обращалась к психологам, психотерапевтам. Да. Первый психолог был, но... Но он меня трахнул. Потом еще один и еще один во время Кореи, потому что я вот 19-й год. Я улетела на 9 месяцев. И мне стало легче, я ушла в спорт. Неплохой психолог походу был. Принять себя. Выйти из зоны комфорта. Не бояться боязни. Платить сианц 10 тысяч рублей. Прием наличный мили по карте ООО СПФ банка. Пенсионерам старше 80 лет. Скидка 90%. Знаете, я не пытаюсь насмехаться над человеком. Просто она тут рассказывает про всякие свои вещи. Как ее изнасиловали, как... Вот. Я не насмехаюсь. Понимаете? Это смешно. Я про вот эти вот эмоции, которые мы видим во всех интервью. Многих... Многих актеров, да? То есть... И вот это самое угарное. То есть, когда их спрашивают про какую-то вещь. Да, там, душевную. Они начинают... Они делают вот что. Конкретно, например, девочки этой. Я любила его. Да. Но меня бросил. Это была боль. Да, да. Я пыталась, но все равно. Я думала, что все. На этом все закончено, но... Жизнь продолжается. Учитесь любить дальше. Нельзя стоять на месте. В мире еще очень много хороших людей. Ищите их. Просто эти эмоции, они же... Лживые. Я не говорю, что они врут постоянно. Пиздят скорее. К тому же, на это забавно очень смотреть. Вообще, угар пиздец. Ебать, я ржу. Я реально интересуюсь. Я испытываю прям такое вовлечение в их рассказ. Я реально интересуюсь. Я все такая на эмоциях прям. Зачем? Да? Зачем? Зачем? Правда. Он дурак, понимаешь? Я говорю, Даш, ну блин. Полюби. Я прям не могу. Здорово, да. Слушай, ну мне нравится. Я думала... Да, да, да. Да, да. Я думала тоже. Ладно, надо на этом заканчивать. Я думаю, нужно, как всегда, пожелать удачи. Обязательно. Надеюсь, у этой девочки все получится. И она станет тем, кем она хочет стать. И кем видишь себя через пять лет. Режиссер. Режиссер кино. Хотя мне насрать вообще-то. Но, тем не менее, пожелайте мне чего-нибудь хорошего. И вот это я наглый, да? До встречи в новой рубрике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...